Я Марат Мухаммад, врач общей практики. Хотел бы поговорить о моей родине в Афганистане. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Елена Слав. И сегодня у нас в гостях Марат Мухаммад, врач общей практики. Здравствуйте! Здравствуйте! Из Афганистана вы прибыли в Беларусь 30 лет назад, даже чуть больше. Сегодняшняя ситуация в вашей родной стране напоминает вам чем-то о тех событиях, когда вы в 89-м вынуждены были бежать из Кабула сюда в поисках мирной жизни, так скажем? Ну, во-первых, тогда было мирно в Кабуле. То есть существовало правительство на Чабуле, которые еще после Советской войны 4 года держались. И ситуация не была так плачевна, как сейчас. Сейчас люди, то есть они бесхозные. Получается, то система государства, которую американцы построили за 20 лет, то за одной рукой помогали государства, за другой противников поддержали. Привело к тому, что вот они сами удрали, будем говорить так. Ну, это полный смысл, это американцы и НАТО все. Но если они с самого начала, то есть у них было намерено того, чтобы перевести в Афганистан спокойствие, мирной жизни людям и поднять экономику, я думаю, что они совсем по-другому бы вели себя и запланировали, что-то сделали. Вот у меня был вопрос, Марат, чуть позже, но я сейчас его задам. Два и три триллиона за 20 лет США вбухало якобы в Афганистан. Но объясните мне, я вижу видео с вашей страны, я не вижу там вообще ничего, чтобы там появились какие-то улицы, дороги, города выросли. Куда эти огромные деньги ушли? Тут очень сложный вопрос, понимаете? Там же работали вот те, которые жили в Америке. То есть человек, который работал в ресторане... Они на содержание себя, так скажем, да, потратили эти деньги? Да, но вот человек, который работал в ресторане, где-нибудь там, ну, такие вот, ну, обычные рабочие, да, они стали министрами, они стали начальниками, они были знакомыми с американцами, там, посольство. И некоторые вот эти средства, даже, может быть, Афганистан они не видели. Ну, по пути в Афганистан... А сидали в карманах, прошу прощения, что перебиваю, в тех людей, которые имели отношение к американской администрации. То есть, по сути, это коллаборация, коллаборанты, которые служили американцам все эти годы. Но вообще ни копейки не дать людям. Ну, что-то построилось новое в Афганистане за это время? Вопрос в том, что экономически, то есть, план у них не было. Только все это деньги, то есть, они грохнули на что? На строительство военных баз, которые вот в Баграме там построили они. На строительство таких вот защитных стен, там, что, которые вообще раньше не было в Кабуле. Но на некоторых, ну, правильно, в некоторых, то есть, в городах они какие-то школы построили, дели детей. Но экономический план вообще как таковой, вот за 20 лет, дели развития, дели того, чтобы уменьшить безработица, создать рабочие места, такого как бы так не было. Многие, которые получали даже вещи образования там в Афганистане, многие, то есть, не могли себя найти. Но работу найти, ну, кто пойдет только, ну, воинских, то есть, частей, там, МВД, там, Министерство обороны, там, или Комитет государственной безопасности, которая была там, ну, создана была, некоторые работали в других сферах, то есть, она, ну, была, она незначительна, значительна. Больше деньги было потрачено на войну. На войну, на вот эти базы, стены выросли, да. Действительно, вокруг городов выросли стены огромной, многокилометровой военных баз, но школ, извините, я каких-то там, я не вижу. Большое-большое сожаление, просто, понимаете, еще руководители государства, которые были там тогда, ну, в этот 20 лет, они говорят, что их мешали эти полевые командиры миллионами, миллионами, да, они, для того, чтобы они не возникали, им, типа, ну, предложили сумму, предложили, вот и страна пришла к тому, что одна разруха. И опиумные плантации, не будем забывать. Ну, по опиумной плантации, ну, понятно, что были какие-то программы, которые делали уничтожение, да, делали уничтожение, были какие-то программы. В этом участвовала, то есть, тогда МВД Афганистана, и какие-то воинские части там в этом были, участвовали, то есть, взятие и уничтожение, но она была недостаточна. Вы имеете в виду уничтожение маковых полей? Полей, да. Ну, то есть, она опять-таки была формальная. Ну, то есть, сырье уничтожалось, а трафик продолжал существовать. Ну, вопрос такой, что государство не было настолько сильнее, чтобы все это контролировать. Это не давали, чтобы она окрепла, понимаете? Ну, одним словом, безобразие. У вас напрашивается вопрос, ну, есть же сравнение с советскими, да, временами, когда пытались... Ну, я вам другое скажу. Вот я служил в афганской армии в 85-й по 89-й год. Рядовой солдат. В 85-м году это был самый разгар войны. Самый разгар. Да. Тогда присутствовал советский войск в Афганистане. Я еще служил после школы. При том, понимаете, школы закончили, тогда же дезертиров было много. Вот они... Вам будет и смешно даже, да, там, ребята, которые были им по 16-15 лет, может, кто-то будет это слушать, будет вспоминать в своей молодости, и смешно. То есть, из школы выходишь, а это... Переходят из комиссариата там солдаты, там, с офицером, двоем, они троем ходят, автоматчики, и спрашивают документ. Ну, показывай. Показываешь свою студенческую. Ну, некоторым это понравилось, что ты учишься, но он служит. А некоторые же тоже наши погибали, но, ребятки. Ну, вот, просто поднимай ногу вот там, ну, в штане подними. Видите, что уже он уже как мужчина, да, волосы, да, все. Все, давай забираем. А там уже тебя отпустят, не отпустят, это уже другой вопрос. Вот. Вот таким образом. Я школу закончил, последний день. Это... Не было никакого выпускного, типа, там, что мы собирались, или... Ну, а куда там собираться, понятно. Пришли солдатики. Вот, по вашей душу говорит. Пойдем с нами. Это вы, сравнивая с сейчас и тогда, считаете, что тогда, ну, как бы, больше вербовали детей, так сказать, в войск, да? Ну, понятно. Тогда было жестче, жестко, да? Вот. Марат, ну, вот я для чего спрашиваю? Мы сегодня говорим о том, ну, часто я встречаю такую точку зрения, что вот в советские времена хотя бы там культура, там, сельское хозяйство, образование, медицина начинала развиваться. Нет, я вам и скажу другое. Советский Союз очень много делал в деле Афганистана. И программы те же, по которым и вы попали сюда учиться, и очищали от терроризма. Это не так? Вы так не считаете? Ну, тогда и терроризмом не назвали это все, понятно, понимаете, как... Тогда они помогали, то есть государство Афганистана восстановить экономику, все остальное, все. Во всех сферах, во всех. Ну, понятно, что много времени уже прошло, и много думают, какие ошибки были допущены, что были и потери, и разрушилась та система и государство. Могу сказать только то, что когда две державы интересы сталкиваются, это Советский Союз и США в данном случае, все равно страдает народ, на территории которого это происходит. Тут ошибки были, наверное, у одной страны, у другой, и потеряли мы, очень много людей в той войне. Просто интересно мне сейчас, а сейчас ваши родственники, живя там в Афганистане, у вас же остались там родственники? Конечно, конечно. Много? Много, много, все там. Они сейчас что думают вообще обо всем этом? А вот о том, что сейчас происходит. Переживают, вот как сейчас они там? С одной стороны, это хорошо, что ушли американцы. Любая оккупация, когда она заканчивается, для народа, любой страны, это радость. Но проблема в другом. Проблема в том, что тогда было больше, то есть, иностранной помощи для государства. Система существовала, когда талибы перешли в власть. Уже сегодня, наверное, четвертый месяц. Да, четвертый месяц. Работы нет, денег нет. Учеба нет, женщины не пускают, то есть, на улице, там, школы, в универах. И полный хаос. Только одни автоматчики на улице. И обещают, они ничего не обещают, сегодня, завтра обещают, что будет зарплата этим людям, которые учителя там. Население, я так понимаю, с энтузиазмом восприняло приход талибов? Или как? Сами афганцы? Ну, вопрос такой. Вот, вы же смотрели картинку. Из одной страны это было очень грустно. Когда молодые ребята бегают за самолетом. Да, очень грустно. Они очень ребята, которые работали переводчиками, знающие английский язык, образованные. Но до глубины души это вот вызывало меня и жалость. И вот такой грустный, что они не находят в себе места. Не то, что они за американцами хотят удрать. Им не дадут. Ну, они под угрозой смерти, понятно, это делали. Понимаете, тут вы сами сказали только что, что когда многие деньги уходили на то, чтобы откупаться от талибов, которые приходили, видимо, к дверям посольства, каких-то людей там трогали. Когда эти люди пришли к власти, стало понятно, что, условно говоря, переводчику посольскому там делать нечего, не жить, его расстреляют, потому что он сотрудничал с администрацией США. Просто, ну, я еще хотела добавить в том плане, что по вашим родственникам, они, с ними все в порядке? Они чувствуют себя нормально сейчас? Ну, дело в том, что, может, они не могут говорить. Понимаю. Вот вопрос. Можно там вначале, можно было позвонить, там, можно сейчас позвонить, поговорить, но все равно какие-то вещи они контролируют сейчас. Ну, связь есть. Просто новости последнего дня, что валюту отменили в Афганистане талибы. То есть люди уже не могут, получается, собрать деньги, чтобы выехать за рубеж, да? Да. Намеренно или нет, но люди отбрасывают к страшной нищете. Не только людей, историю и ту ценность, которая для афганского народа, понимаете? Мы жили всегда в дружбе, в Афганистане живет 20 национальностей. Не было вопроса, что кто-то там, что кто-то, про кого-то что-то сказал. Но сегодняшний день они только не отвечают на вопросы людей, только обещают. А сколько они будут еще обещать? Они мировое общество обещали, что будет менять руководство, там, правительство и будет дать возможность другим, то есть национальности, которые проживают в Афганистане. Ну да, я поняла. Для того, чтобы разморозили счета, они обещали очень многое. Но пока сделают все ровно наоборот своим обещаниям, к сожалению. Вернемся к тому, когда вы прибыли в Беларусь, обучились в Витебске, моем родном городе, о котором я не устаю напоминать и славить его, но перебрались в Минск. Чем вам не понравился Витебск? Нет, в Витебске я работал после института 4 года. Не то, что мне не понравилось, но по воле там судьбы, что мне предложили в Красном Кресте работать. Ну, тогда я, когда проходил собеседование, собеседник мне сказал, что вот, можете у нас работать, мы вас берем на работу. Ну, я взял отпуск и переехал в Минск посмотреть. На работу переводчиком, да? Или там тоже и медицинская тоже была профиль? У нас же были тогда афганских беженцев тут больше, так почти там 96% вот, а в основном были афганцы тогда. Ну, они еще тут не интегрировались, не знающие языки, пожилые люди, нуждались они еще не только там какие-то там, но помощь и медицинская помощь. По статистике 300 человек, вот тогда в 89-м году было... Это же не про 89-й год мы сейчас ведем речь, про другое время. Нет, это в 2001-й год. В 2001-й? Это уже когда 9 сентября произошло, и поэтому начали беженцы, потому что сомневаюсь, что в 90-е годы... До этого они прибыли тут. Когда... Видите, когда вот 1996-й, 7-й, 8-й до 2001-й год, тогда же тоже талибы были в власти. Да. Некоторые удрали отсюда, добились до того, что приехали сюда. И они были с семьями. И сейчас они некоторых здесь проживают. А вы думаете, вот эта цифра официальная, 300 их тогда было, вот когда вы интервью давали, это 8-й год. А они... Их было больше или меньше, или вот как они... Скорее, больше. Я точно статистику не помню сейчас, но их было много. Вот поэтому вот ОВКБ, представительство ООН, Красный Крест, то есть искал доктора, который бы с ними говорил на одном языке, во-первых. Во-вторых, ну и какие-то ресепты выписывать, какие-то лекарства или сопровождение куда-то. Ну, на такой работе после того, как на участок работаешь, я думал, ну, почему бы не согласиться, но попробовать. Прямо посольская должность после участкового практики, да? Да, ну, вопрос такой, что, ну, на участок работают человека, который не является носителем языка, даже и носителем языка, очень сложно, трудно. Человек, доктор, когда знает, когда там работает, посмотрит, насколько это сложно, сколько там требований, сколько документации, все остальное. Ну, как бы на тот момент, я даже, когда вот меня взяли на работу, головрач мне говорит, твой земляк, мой земляк, вот сейчас он работает в Москве урологом, он устроился в этой поликлинике в Витебске. И он две недели работал и удрал. Почему? Потому что он сказал, что я такой работы не могу, бумага много, надо было писать. Но когда я пришел, он мне то же самое говорил, говорит, не можешь работать, я говорю, я попробую, я люблю писать. Люблю писать, он смотрел, ну, хорошо, давайте посмотрим. Ну, вот и как-то так вместе я поработал, а потом пришла заведующая мне говорит, а чего ты будешь так сидеть? Давай пойдешь заменять, то есть женщин, которые, она в декретном отпуске, во время декретного отпуска, мы вас возьмем на год. Ну, то есть взяли вас быстро в оборот, как-то так. Мне вот интересно, у афганских врачей тоже очень плохой почерк, как и у наших? Ну, почти да. А я думала, наоборот, знаешь, есть же каллиграфия. Не у всех, не у всех, знаете как, не у всех. А вы любите кинематограф, Марат? Кино люблю, но времени мало для того, чтобы кино посмотреть. У нас очень популярный есть отрывок из фильма «Девятая рота», как один актер объясняет, что такое ислам новобранцам. Давайте посмотрим и обсудим. Ну, давайте. Товарищ капитан, а не все равно, кого мочить? За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Ну, никто и никогда. Вы согласны? Вопрос такой, что даже тех, которые вот даже, да, я вам скажу, что мы против этих мужахидов воевали, между прочим, там непростая была у нас дивизия, которой вот нельзя было ими сдаваться, однозначно, как и штрафбат. Вот если вы смотрели кино, штрафбат, нельзя сдаваться или ты погибнешь. Я служил вот, конечно, в такой маленький срок. Маленький, потому что я потом, ну, меня уже дали зеленый свет, что я могу идти учиться. Ну, война. Вот эта вот борьба за Кабул, она напоминает, знаете, такую вечную историю с Джахат. Вот объясните нам, давайте разберемся, маджахеды, талибы, какая между ними разница для вас? Ну, разницы нету. Да. Те так хотели, и эти еще хуже. Да. Да. Если бы те нам дали, допустим, построить уже, да, что-то сделать, не разрушили бы все. Некоторым, наверное, не будет понятно, что я вам и скажу. Я обучен дисциплиной. Я обучен вот тык-в-тык в той же минуту, приходи. У нас была такая система, страна не была настолько развита, экономическая, да, но она была в окружении почти. Вот перед нами же были прикормали, которые вот даже меня, может, земляки согласятся, многие, 90%. Даже и те маджахеды, мы любили больше Афганистан, чем они. Понимаете? Даже они признают сейчас. Сейчас признают. Душа болела за каждого гражданиня, за каждого. И больно, но не было такой беспорядок, как сейчас. Ну, это временная история, надеются ваши близкие, что это все... Мы все надеемся, что это временное, это ненадолго. Потому что рано или поздно, это же не те люди, которые 20 лет назад, они видели хоть какой-то отрезок нормальной, спокойной жизни. Несмотря на то, что были взрывы, смертники, вот. Но люди совсем уже другие. Но Афганистан был более-менее свободный, можно было ехать, посещать. И никто тебя, ну, не мешал в этом. И часть же американской культуры, так или иначе, молодежь наверняка впитала, я думаю, да? Ну, конечно, конечно. Но сегодняшний день, знаете, это средневековый... Это возвращение назад, да? Ну, это не то, что назад, не сто лет. А до 3500, да? Понимаете? Почему? Потому что сегодня, вот, на сегодняшний день, ну, в их правительстве ни одного врача, ни одного учителя, ни одного инженера, ни одного человека, который получил бы высшее образование, имел бы в власти. Ну, а в основном те, кто? Те, которые, ну, учились... Воевать. Да, учебным таким духовным заведениям. Да, простите, я не против такой. Но, если бы они учились... Вот есть у нас исламский университет в Египте, он называется Джавахир Асхар. То есть это вещи, духовность, да? Была бы разница в отношении, совсем другой. Совсем другой. Но мы видим эти страшные видео, как сейчас в школах детишек, в том, что назвать подобием школ можно, бьют палками, как страшно насаждают эту свою религию. Вот сейчас это действительно напоминает средневековье. Но обещания были совсем другие, когда талии пришли, они говорили о другом. Мы сейчас продолжим, вернее, мы сейчас остановимся, сделаем паузу небольшую, продолжим наш разговор с нашим гостем. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Пожалуйста, подписывайтесь, там можно связаться с нашей редакцией напрямую. В эфире «Скажи, не молчи». Вы разделяете эти вот жалобы? В плане доступности, да? Медицина очень доступна для белорусских граждан. Можно любая сторона, то есть, позавидовать Беларуси. В этом отношении, да? Вот вызовут врача, в тот же час или через час, в тот же день врач приходит. Вызовут и скорой помощи, через час приходит. Когда в других странах, даже более развитые, чем в Беларуси, записываются к врачу за недели. Система сам по себе, понятно, что она полностью работает. Но и белорусские медицины, это не 90-е годы. Сейчас она, ну, трансплантологии, там, пересадки, там, что там. Но в многих сферах, то есть, даже, ну, и онкологии. Конечно, да, это исследование. То есть, даже были такие, которые вот ко мне обращались, что содействует в том, что они переедут сюда, как медицинские туристы, да, там что, лечить. Да. На лечение. На лечение. Приезжают. Ну, я в некоторых сайтах отправлял им, чтобы напрямую, сами договаривались, потому что я тут, у меня своей работы хватает. Вот. Ну, как-то, я скажу, что белорусский медицина, он на высшем уровне. Да и поликлиники уже за это время стали другими. У нас есть относительно свежее видео. Давайте посмотрим. Год назад открывалась 20-я поликлиника в Минске. Здесь сейчас у нас все есть. У нас есть возможность действительно разграничить потоки для того, чтобы не встречались пациенты больные со здоровыми. И у нас есть хорошие кабинеты для приема врачей. Это комфорт и для пациентов. У нас не толпятся люди, они не заражают друг друга. Мы имеем цифровые рентгеновские аппараты. На сегодня мы имеем очень красивую водолечебницу, функциональную водолечебницу, которая позволит хорошо реабилитировать пациентов. У нас есть и зал механотерапии. То, чего мы не имели в нашем старом здании, мы не имели оборудованного места врача-офтальмолога, врача-лор. На сегодня мы это все имеем. Я понимаю, что не каждая поликлиника в республике так оборудована. Что бы вы хотели улучшить в вашей поликлинике прямо сейчас? Номер 11. Ну, наша поликлиника, многие, которые в других поликлиниках приходят на прием или на обследование, они говорят, ничего, ваши даже намного лучше, чем наши. Да, я вам скажу, да. Ну, после капремонта... Ну, может быть, писанины много? Вы как врач, скажите. Ну, писанина у всегда он будет, потому что есть над каждым, то есть... Просто я не понимаю, вот эти зеленые карточки, они уже сколько лет пытаются... Они только для аптек существуют. Зеленые карточки – это электронные рецепты, которые доктор выписывает, пациент идет из этой карточки в поликлинике, и, пожалуйста, переделит... Ну, а вот это, чтобы она заменяла карточку в поликлинике, нельзя добиться? Как? Ну, вот чтобы я не заказывала в регистратуре карточку, а чтобы вся информация обо мне была на этой карточке. Не клеили там вот эти все вещи. Ну, понимаете, пока мы к этому не пришли. Это же требует финансовой затраты. Ну, это же, понимаете, как электронный носитель... У доктора же тоже должно быть, чтобы принести карточку, поставили, посмотрели, какие у вас там были раньше какие-то исследования, обследования. В общем, забурели мы. Ну, понимаете, я не буду говорить вот честно, что у нас все идеально в медицине для общества, потому что в моей поликлинике, например, нет врачей. Ну, то есть участковых врачей просто нет. Потому что почему? Потому что маленькая зарплата. Я вам другое скажу. Я работал на участок, я знаю. Работал. Зарплата – ладно. Если белый халат одел, можете бесплатно работать. Некоторые меня будут проклинать сейчас, но... Ну, это долг, это долг. Я считаю так. Ну, пусть другие как читают, так считают. Согласна, да. Ну, вот, допустим, пришел на участок. Ну, надо же этим молодым, надо помочь. Жильем. Заинтересовать, чтобы он остался. Хотя бы жильем. Я работал сколько лет? Лет 16, наверное, работал на участок. И сейчас стою на очередь и вторым или первым. У меня тоже двое детей. Ну, я как стою на это, жду жилье, да, как нуждающийся. Ну, так и жду. Скоро на пенсию пойду, и, может, я ему не получу. Вы на улучшение стоите, да? На улучшение, но не знаю, когда это будет. Дай Бог, чтобы это было. Просто действительно, мне кажется, что даже в минских поликлиниках, чего уж говорить, очереди огромные к специалистам, к окулистам, к лорам. Потому что люди работают много где, и в платных центрах, и в других поликлиниках, и так далее. Но у вас специализация, вы мало того, что вы врач общей практики, вы еще и УЗИст. Вы брюшной полости делаете УЗИ и щитовидной железы. Показания на УЗИ читаем апатия, утомляемость. Это вот такие частые симптомы, которые сейчас перечисляют те, кто перенес коронавирус. Но это для щитовидки показания. Да, понимаете, как УЗИ и щитовидной железы, мы же делаем его не так, как в живой очередь. Это через эндокринолога, по показаниям. Если у пациента есть жалобы какие-то, если анализ издал, какие-то изменения в анализах. По вашим наблюдениям, повлияла пандемия как-то на результаты? То есть стало больше людей, которым показано УЗИ щитовидной железы? Нет, не сказали. Как мы работаем. Пациент переходит к эндокринологу. Во-первых, эндокринолог их смотрит пальчиком. Лимфа. Нашупает, посмотрит. Узилки все нащупал, значит, кузиисту. Увеличение, жалобы какие-то там. Ну, отправляет. Или, если срочно, сразу переходит доктор. Но вы понимаете, у страха глаза велики. Мне кажется, что сейчас у всех все полетело, здоровье. У всех там какие-то последствия страха, у перенесших коронавирус. Ну, понятно. Но на этом доктора работают. Как понять? Ну, поэтому пациент перешел, жаловался. Но это уже знак внимания доктора отправляет. То есть другому специалисту, если сам не может. Вы сами перенесли коронавирус. Да. С последствиями? Ну, знаете как, я дважды, дважды я перенес коронавирус. Ну, так а последствия какие после двух коронавирусов у вас? Ну, знаете как. И у меня все в порядке. Я не буду рассказывать. Есть утомляемость, есть бестремия. Ну, вот, бежать на счетовидно. Слабо, слабо, слабо. Ну, считай, с другой вопрос. Ну, мы в этой статье очень любим обсудить прививки. Как вы к ним относитесь? Ну, я уже привитый. Я знаю. После двух коронавирусов? Я знаю. А до этого сомневался, да? Ну, знаете как. Я, нет, я собирался делать прививку, и тут случайно я заболел. Потом надо было полгода подождать, чтобы прививку делать. А уже температура, смотрю, температура опять. Ну, опять заболел, да. Ну, вы опять не категорично. То есть я привился, а вы смотрите сами, да? Да. Нет, ну, я вам и скажу другое, что я некоторых пациентов даже я агитирую, чтобы делать прививку. Это идет на пользу. Мы же за науки. Ну, мы же за науки. Мы правы. Ну, понимаете... Наука говорит, надо делать. А последние новости все оптимистичнее в том плане, что вроде бы, как, вот скажите, как доктор мне, вроде бы грипп сезонный уничтожил, потихоньку сдвигает вирус, ну, я имею в виду коронавирус. Вот, что, ну, а грипп-то мы уже все знаем, как с ним бороться, все, и вроде уже все вздохнули с облегчением, наконец-то грипп пришел, и коронавируса больше не будет. Ну, возможно, притеснит, возможно. Но больше не будет, это уже другой вопрос. Он будет и с нами. Будет, да? Долго, скорее. Долго будет. Но не таким, ну, может, как сезонный грипп будет, сезонный, то есть такой. Но другой вопрос, что если не было бы интернета, уважаемый, все бы как солдатики стояли на очереди, пошли, перевивки делали. Вот как. Делали. А, то есть вы против вот этих вот мнений, да? Того рассуждений, да? Рассуждений, понятно. Если она научно обоснована, да, пожалуйста, мы его будем слушать. Если какой-то блогер, который, ну, я вам скажу, да, он закончил экономический университет, и он пишет там, чтобы его файл поставили, да, там что, нравится, 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 чтобы у него было это там миллион два, то он и что-нибудь такое напишет, и все мы будем его слушать. У нас здесь свои мнения должно быть. Марат, вы прекрасно говорите на русском языке. Я хотела спросить, но это способность к языкам у вас? Я учился очень быстро русский язык, ну, читать, чтение. Ну, соответственно, что ты уже умеешь читать, уже запоминаешь слова. Ну, были какие-то способности, сейчас уже нету, но раньше было. Ну, а с другой стороны, простите, вы же как раз жили в момент советского участия в Афганистане, то есть советы пришли как раз, когда вы, ну, учились в школе, я так понимаю, да, то есть тоже была по сути русская администрация, против которой выступали маджахеды. Потом ситуация поменялась, пришли американцы, сейчас против них выступили талибаны, то есть все повторяется, но поскольку это было, сейчас английский язык, наверное, знает молодежь неплохо, ну, а вы, естественно, как человек своего поколения знаете русский вполне себе. Просто я так понимаю, что для нас, например, ну, для меня арабский мне не поддался любой, в любом случае, не персидская группа, я понимаю, что, как вот персидские группы, там, фарси и дари, это мне вообще недоступно, тяжелый язык, сложный. Почему? Нет, фарси и дари, ну, он не тяжелый язык. Ну, фонетика сама. Я вам другое скажу. У нас, допустим, альфавит соответствует русскому языку. В русском, в фарси есть буква П, буква Ж, буква Ч, которые есть на русском, но его нету на арабском. Нету, да. Да, вот, вот, мои любимые слова на белорусской мове, дякуй и калиласка. Но вы же и арабский тоже знаете. Наша речь, она понятна. Ну, в какой-то мере, там, ну, если какой-то трудности возникнет, я могу его решить, почитать, там, что там, понять, подумать. А сейчас мы еще обсудим ситуацию на белорусско-польской границе. Вот в этой ситуации, на чьей вы стороне? Кто здесь виноват? Это очень сложный вопрос. Сложно. И сложно на нем ответить. Но я не на чьей, а на стороне этих людей, которые вот оказались вот в таком, в такой ситуации. Жалко этих детей, женщины, беременные. Видите, как на такой промежуток уже десятые, больше 10 человек, ну, умерших. По какой причине? А если они будут еще искать виноватого, кто виноват, кто не виноват, надо, по-моему, помогать. Помогать, конечно. Да, надо им помогать. Я не понимаю, почему это такое бремя для европейцев сегодня. Это просто политика. Вы считаете людей обманутыми? Мне интересно, Марат, как они едут? На что они надеются? Ну, вот, наверное, кто-то и может, и перебанили их, обманули, сказали, что три дня, через три дня мы вас туда там подбросим, куда-то, куда они знают. Ну, а так не получилось. Они же не знают географии Беларуси, что тут леса, тут холодно, понимаете, тут зима впереди. Но жалко этих, больше всего, этих детей, понимаете? Ну, да, взрослые принимают свое решение, все это понятно. А дети-заложники свои родители, понимаете? А вот эти родители, если о них говорить, это очень непопулярное, то, что я сейчас скажу, но, тем не менее, это мнение существует. Вот идут, ну, есть проблемы в Ираке с курдским населением, есть проблемы в Сирии с курдским населением. Вроде бы, ты выбираешь для убежища ближайшую страну, только там, где они стреляют. Вот рядом, что есть, туда и бежишь. Тут же люди за тысячи километров отправились, неизвестно куда. Это, возможно, вы правы, работают группы международные, которые их просто заманивают, отбирают, но у них там накопленные деньги привозят сюда. Ну, а там же рядом страны-то тоже есть. И почему туда не бегут эти люди? Не могу на этот вопрос ответить. Почему? Потому что я не знаю, я с ними даже не общался ни с кем. Ну, конечно, человеческая жалость, она все, всегда это вызывает, ты смотришь на этих детей, такой холод, когда уже сырость, да, погода меняется каждый день, холодно. И, с другой стороны, вот представляете, как человек продал все свое, все, да, продал, надеялся, а тут как обманутый кулачек, да, еще и Николай, и двора, и за семьи, возвращаться тоже там непонятно. Они возвращаются, понимаете, мне кажется, это жуткое разочарование, вот прожить в лесу месяц в белорусском и вернуться снова в Ирак. Не знаю, какой процент афганцев среди этих беженцев, которые там живут, но я знаю, что афганские беженцы там есть тоже. Не в курсе вы об этой ситуации? Там есть, там есть, афганцы есть, но я вам скажу, что, несмотря на что, на 30 лет я вот прожил в Белоруссии, у меня дети, семья, все это, конечно, и, как говорят, счастье, но все равно, знаете, душа болеет, а сердечко плачет. Ну, так вот, расскажите нам о чем. Там, где я родился, там перегодился. Поверьте, что, если даже из неба, но вот у меня сейчас такое мнение, вот, если из неба даже камни падают, то это твоя земля. Там ты, там ты кто, понимаете? А как ты уже через прошел, ты никто. И в такой ситуации попасть с детьми, с женщиной, тем более с беременной женщиной, ну, это же катастрофически просто, ну, не знаю, как они, на что они рассчитывали. Так это же самый главный вопрос. Да, на что они рассчитывали. Ну, вы хотели бы какой-то, может быть, миф об афганцах развеять? Вот, например, многие считают, особенно те, кто живет в Европейском Союзе, что люди едут за тем, чтобы не работать и получать пособие. Это от каждого человека зависит, вот, от каждого человека. Ну, вы могли бы называть своих соотечественников трудолюбивыми людьми, готовыми обучаться? Почему бы нет, почему? Почему? Понимаете, человек, когда работает, он достойный человек, его уважает. Он сам себя уважает. Чем, понимаете, как на пенсии той бабушки, которая там какой-нибудь там налог платит или работает, платит налог. Но это будет его вызывать, если он работает, это гордость. А сидит на этой пособии, понимаете? Ну, я не понимаю. Но в моем понятии такого нету. Но вы человек другого поколения. Вы же приехали сюда и стали работать. Вы же приехали, по сути, ну, не то, что на пустое место, но... Если я даже врачом не буду работать, ну, я же могу, вот, физически, я могу дворником работать. А современные молодые люди, афганские, будут вот так вот без пособия вкалывать? Ну, понимаете как, они будут, они обязаны, они должны работать. Должен человек работать. И при том, вот знаете что, есть такие вот тонкости, да, вот, но... В исламе, да, вот, там каждый раздел, то есть, оговорено. Ты работай так, как на себя работаешь. Работай так, на чужого человека, да, работаешь, на государство работаешь. Ты работай так, как на себя работаешь. С добрая совесть. То есть, не то, что через тебя. Но, и это будет тебя учтено. Это будет учтено. Но и денежки получишь. На этой прекрасной ноте давайте сделаем паузу. У нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, а также предлагайте нам гостей. В эфире снова программа «Скажи, не молчи». У нас в гостях врач общей практики Марат Мухаммад. Меня, знаете, что огорчило, что вы сказали, что я никто здесь. Ну, так можно перевести свои слова, ваши слова, что где родился, там и пригодился, а там ты пересек границу, и уже никто. Но вы же целый врач, уважаемый человек. 30 лет. Очень интересный. Почему вы так настроены? Нет, я не настроен. Я вообще, ну, в общее понятие, понимаете? Вы чувствуете себя ущемленным в чем-то? Я? Нет, я не ущемленным чувствую. Но просто, понимаете как, вот я в такой системе воспитывался, когда вот мне подростковый возраст, молодой возраст. Она мне обязывала служить этим государством, обязывала служить этому народу, служить на этой земле. Но она мне вот, знаете как, как червяк меня, вот это вот, вот и все время сидит. Ну, у вас судьба по-другому. Смотря на то, что я работаю, я себя комфортно чувствую. Я понимаю, о чем вы, ну, как считают, конечно, многие потом эмиграцию ошибкой просто по этому, по чувству ностальгии, из того, что они не отдали какой-то долг своей земле, своей родине, своему государству. А вы, простите, гражданин Белоруссии? Да. Да. Ну, в любом, мы же, когда вот готовились к встрече с вами, вспоминали о том, что вы же встречались со своими родственниками, с отцом спустя 14 лет после эмиграции. Да, да. И вы немножко были уже другой человек. Ваш отец узнал вас? Как эта встреча произошла? Нет, он уже был в курсе дела, что я приеду. Но я тоже хотел себя испытать, насколько я трус, или я храбрый, или как. Мы с одним земляком поехали, мы через Туркменистан, есть такой вот пограничный, то есть пункт, окна называется. Мы поехали туда, ну, застыряли, короче, там день. Но вот представьте, вот приехали мы в 11-12 часов ночью к его родителям домой, и отец, даже его отец поругался, что почему так поздно приехали? Могли бы там оставаться, ночевать, потому что неспокойно. Ну, после этого я сел в автобус, обычный автобус, вот как, ну, как тут, ну, было немножко спокойно. Сел в автобус своим рюкзаком, и проехал я через пять провинций. Ну, и вышел, то есть на там назначенный пункт, я вышел, и были у меня какие-то деньги афганские, то есть в Афгане, там, взял такси, еще 30 километров проехал. Приехал там, где родители живут, это родное место, где там родился. Ну, им было как-то так, они меня, ну, немножко, отец ничего не говорил, а брат спрашивал, почему я не предупредил, чтобы они меня встречали. А отец сидел, я говорю, я хотел показать вам, что я не трус. Я вот и хотела спросить, так это вы прошли с испытания себя, вы не трус? Да, да, я не трус, да. Просто рассказывает, брат, про Афганистан, сколько, какое расстояние, просто многие думают, я столкнулась даже вот, ну, среди моих знакомых, что Афганистан на карте маленькая страна. На самом деле Афганистан огромная страна, вдвое больше, чем Беларусь, и там в Кабуле живет более, там, около пяти миллионов, четыре, да? Нет, ну, семь миллионов, семь миллионов. Семь миллионов живет в Кабуле, то есть, ну, это большая достаточно территория. Ну, у нас население 34 миллиона. Вам хотелось еще задать вопрос об августе 20-го года, вот когда у нас началась вся эта заваруха. Вы, когда смотрели на улицы, они там, у вас в поликлинике даже из окон было видно, что происходит на улицах, что вы думали? Вот, ну, часто вы в интервью упоминали, что у нас очень мирные, спокойные народы, вдруг вот эти вот шествия. Ну, вы знаете что, я ничем не думал, потому что я прошел таких, то есть, такие вот ситуации, да, да. Вы выросли, можно сказать, да? Я вырос вот в таких ситуациях, которые неординарно получаются, вот и как-то вот спишка. Ага, дежавю. Ну, то есть, та самая апрельская, ну, как с чего и пошла, собственно говоря, эта ситуация в 79-м году. В интервью вы говорили, что слушали в этих центрах, может быть, даже от Красного Креста украинцев, и их истории переворачивали вам душу тоже. Это, видимо, беженцы с Донбасса. Дело в том, что у меня был один пациент, который вот прибыл тоже из Донбасса, пожилой человек, он вообще-то, он был рус, ему под 70 лет, ну, у него была проблема, ну, онкозаболеваний, он даже рассказывал, что куда-то ходил там, ну, пенсии там осталось, тут ничего, там, были какие-то трудности, он обратился к нам, ну, мы ему содействовали, то есть, мы его положили в онкодиспансер, он получал лечение, ну, платно-бесплатно, это другой вопрос, но факт то, что мы ему оказали, ну, достаточно, но даже он перешел меня, сказал, я никогда в жизни не забуду, что вот, как говорят чужестранец, который тут работает, даже-даже не верил, говорю, что я, и он меня спрашивал, откуда ты, я говорю, вот так, такая у меня судьба, как у вас, я тоже когда-то вот не мог туда, на свои... Ну, потом он пришел, говорите, что там его дом, там, мы сейчас уже успокоились, он вернулся назад. Туда, на Украину. Вы как относитесь к тому, что у нас ситуация успокоилась, ну, то есть госпереворот, это что... Это же хорошо, что успокоились, дай бог и дальше, чтобы было, ну, это же, я тоже заживу, мне это касается... Ну, вы уже все, наш гражданин уже куда, все понятно, вы уже наш. Это же хорошо, когда спокойно. Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, что могу я сказать, ну, это руководитель государства, который любит свою страну и свой народ. Давайте посмотрим на вашу семью, да, я думаю, что ей тоже нравится жить в спокойной стране. Сын Тимур, вы говорили, вот он слева собирался стать доктором, стал ли? Нет, конечно, не захотел. Не захотел? Не захотел. Нет, я его уговаривал, но он не хотел. Династия. А девочка? А может быть дочь? Дочь? Нет, может дочка. А жена у вас белоруска? Да. Адаптировались друг к другу тяжело, тут белорус с белорусской трудно... Ну, знаете, это же было давно, это же... Вы уже не помните, да? Нет, нет, ну, знаете как, это же она молодость, которая, она быстро проходит. Ты уже не адаптируешься, ну, и что, русский язык я знал, я студент уже был достаточно, на третьем курсе лечить. На третьем курсе мы с ней познакомились, вот. Она чем занимается? Тоже медик. Чем занимается она? Она училась где-то там, ну, в техникуме. А, то есть не врач. Не врач. Не коллеги вы. Не коллеги. Ну, что можете сказать самое такое основное, что было сложно вам принять в нас, в белорусах? Знаете как, нет вот этого вот девушка такой, который вот... Вот, допустим, мы вот, ну, детям, да, ну, понятно, что мы отдельно там себя там ничего не устроим, но есть такие вещи, которые... Вот дети, допустим, да, в школу ходят, да, ты идешь, попросишь, что, вот, можно ли я ребенку деньги дам, сам будет питаться, да? Ну, по разным причинам, да? Я же человек образованный, я все понимаю, что там может, там шпики, там все понятно. Ну, иметь в виду, видимо, вы имеете в виду, Марат, то, что согласно религиозным вашим правилам, привычкам семейным, не нужно свинина и так далее? Вот, нет, нельзя, вот, что этот ребенок будет голодный ходить, ну, вот, просто вот такие вот, ну, вещи, которые, ну, нету поворот для вас, вот. Это система, бюрократическая система, да, есть такой момент. Да, да, да. Ну, я же жалею своего ребенка больше, чем кем угодно, да? Ну, конечно. И я не какой-то такой, чтобы там вот ему не дать, экономить на это все-то. Нет, я хочу, чтобы он был... Так, а что не понимают, вы же можете объяснить, что причина не в том, что, просто вы не хотите, что ребенок ваш не приучен к свинине и к колбасам, которые могут... Может, от вас будут и справку требовать. Даже так? Ну, если вдруг посмотрят... И что, и как вы решили, какой компромисс нашли? Ну, я пошел к директору. И объяснили все-таки. И объяснили все-таки. Ну, все-таки, видите, все-таки мы понятливые в том числе. Благодарные пациенты бывают? Бывают пациенты, есть? Какие благодарные? Ну, вот, что, которые вас там... Ну, вы знаете, что, я своих пациентов люблю одинаково. Благодарность то, что пациент скажет, спасибо, доктор, вы мне помогли. Это уже, ну, если ты нормально работаешь, ну... Ну, жалоб много строчат. На меня? Ну, на вас, на поликлинику. Ну, и знаете, что я вам скажу? Что вот даже вот в Витебске я работал только-только молодыми специалистами. Сколько там я работал, и мой головной врач говорит... И когда я увольнялся, он другому там начальнику говорит. На его вообще ни одной жалобы не было. Нет, я вам скажу вот. Я очень уважительно ношу с пожилыми людьми. Некоторые говорят, ой, это бабулька. Но эта бабулька чья-то мать, чья-то бабушка, чья-то дочка, чья-то сестра. Ну, вот да, я согласна с вами. Понимаете? Это человек. Ему надо просто объяснить. Объяснить. Ну, как родной мать. Я не знаю, у меня другой слов нет. Вот, почему бы нет? Это у вас еще в копилку разница в менталитете, да? Вы восточный мужчина, вы очень обаятельный. И, возможно, Вика когда спрашивала про благодарных пациентов, она имела в виду тех, кто вас атакует и ходит к вам каждый день постоянно с какими-то новыми, может быть, придуманными проблемами. Нет, нет. Нет, это сериал какой-то. Нет, но... Ну, ипохондрики есть, да, в вашей практике случаются. Но опыт помогает с ними справляться. Что делает вас счастливым, Марат? Все-таки давайте на какой-нибудь позитивный нотик. Ну, семья, дети. Это сам по себе. Это дежурный ответ. А на самом деле что? Нет, это дежурный. Это на самом деле, потому что дети, они приносят тебе, то есть, позитив, положительные эмоции. Это же твои, да. Ты, ну, вызывай от тебя, то есть, заботиться о них, пока они несовершеннолетние, даже если совершеннолетние. Я помню, ну, не знаю, но, наверное, это тоже такое же вот восточное воспитание, да? Да, я приехал домой, вроде бы я врач, у меня семья, работаю, зарплату получаю. Отец был после операции на позвоночнике. Там оперировали. Ну, вот он лежит, он меня говорит. Ты сейчас пойдешь в мечеть, вот в моем пиджаке, возьми там денежки. И, ну, ну, так принято, так поблагодарить или, ну, пожертвовать, ну, возьми. Он меня даже не спрашивал, что ты приехал из-за границы, какие там, ну, денежки там, что-то там, как там, ну. Так положено, это отцовская такая... Это отцовская забота. 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 Несмотря на то, что у меня уже было там, сколько у меня было там, ну, 40 лет, ну. И вот, и он говорит, ну, просто у меня слезы потекли, что вот он, каким он, ну, ну, это ж, это вот, ну, такое у меня отношение с моими детьми. Ну, очень здорово, очень хочется, чтобы какое-то взаимопроникновение культур состоялось, и мы взяли друг от друга только все самое хорошее, что можем. И спасибо вам большое, что вы нашли в вашем тяжелом графике время все-таки с нами сегодня поговорить о том, о чем очень сложно говорить. И пусть на вашей родине, у ваших близких все будет хорошо. Дай бог, пусть и в Беларуси будет покой. Мир и красота. Привыкли, да. Мир и красота. Спасибо большое, что пришли к нам, Марат. На сегодня мы, Елена Слав и Виктория Попова с вами прощаемся. До свидания. А сейчас говорит Марат Мухаммад. Спасибо всем. Спасибо всем беларусам. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова